добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о врагах еще один аспект полезности наших врагов это их постоянство сталкивались ли вы с тем что враги это такие ребята которых ничем не остановишь есть один брат друг я его называю своим врагом очень люблю его потому что он очень много сделал для меня но этот человек отличается тем что он последователен в своем негативном ко мне отношения несмотря на то что он служитель церкви он должен быть пропадником любви но я не лично от него не слышал ничего доброго в свой адрес не кто-то из тех с кем он обо мне говорил никто не засвидетельствовал что он нашел хоть что-то полезное обо мне ли сказал хорош а поскольку этот человек для меня достаточно авторитетен это мне очень ранит очень сильно огорчает и я просил у него прощения я уже не помню ну минимум три раза это было очно и так далее там письменное и так далее по разным контактам и знаете в один прекрасный момент а проху прошло не пару лет прошли десятилетия уже с того момента когда мы с ним ну мягко говоря вошли в состоянии конфликта и я вдруг знаете что понял он никогда не остановится никогда потому что у него есть вот это я не знаю как бы ангажированность да в эту сторону то есть он хочет быть тем человеком который будет всегда находиться в оппозиции ко мне и таких людей достаточно много в моей жизни неважно почему важно знаете что одна один из таких ребят я с ним встретился и спросил скажи пожалуйста до каких пор ты меня будешь преследовать до каких пор ты будешь воевать против меня может у нас нет ничего где бы мы соприкасались чтобы я что-то сделал тебе такого из-за чего можно уже 15 лет враждовать и он не ответил очень просто просто и даже нисколько ответил друзья сколько из него просто это вырвалось сказал пока ты жив я видел как его это он осёкся потому что это вырвало но я его понял я его услышал и вы знаете в этот момент когда это произошло я вдруг понял одну очень интересную истину он действительно никогда не остановится враги действительно никогда не перестанут быть врагами они действительно будут воевать кстати такая знаете небольшая ремарочка очень важно кто ты знаете а христос призвал нас к служению примирения и ты должен определиться кто ты ты враждуешь с кем-то ты воюешь против кого-то не играет роли за что послушайте не играет роли за свободу за правду за справедливость за за любовь за мир за равенство забраться церковь за бога как только ты начинаешь воевать ты враг и это не божий не евангельский дух это немножко другой дух это как минимум дух человеческой гордости или ты действительно миротворец который как минимум не отвечает злом на зло обидой на обиду и так далее так вот если ты имеешь такого врага не являясь сам таковым ты должен понимать что этот человек он будет не только испытывать твой характер но и будет его формировать если ты нацелен быть мирным если ты нацелен быть человеком который не будет отвечать злом на зло злым словом на злое слово то когда эти камни летят в тебя ты будешь сто процентов будешь переживать искушение взять эти же самые камни кинуть их в ту же сторону но ты тут же сразу поймешь что как только этот камень полетит от тебя в его сторону злоба твоего врага возрастет десятикратно и ты будешь сражаться ты будешь искать в себе стойкость ты будешь просить у бога силы чтобы противостать этому не в плане там пусть они заткнутся а чтобы мне выдержать это чтобы мнение не гавкнуть в ответ чтобы мнение не сделать что-то похожее и так далее так вот эти люди они постоянные ежедневные тренеры нашего христианского характера не ответить злом на зло злым словом на злое слово ударом на удар просто держать это пропускать может быть уворачиваться но еще одна очень важная вещь продолжать делать то к чему ты призван и так друзья враги это мощные люди которые поставлены для того чтобы испытывать и формировать наш характер тренировать нас и делать нас действительно сильнее более миролюбивыми более открытыми к тому что делает дух святой в нашей сердце и